Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник, 12 апреля, открыл в Баку парк военных трофеев. В нем собрана военная техника, брошенная на поле боя армянскими военнослужащими во время осенней войны за Карабах. В парке представлены более 150 образцов тяжелой техники, танки, бронемашины, артиллерийские установки и зенитно-ракетные комплексы, грузовики, стрелковое оружие и шлемы бойцов. Военные трофеи, собранные по итогам войны азербайджанскими военными, размещены на площади в 5 гектаров. По словам Ильхама Алиева, в ходе войны осенью 2020 года Армения потеряла технику и вооружение на сумму около 5 миллиардов долларов, в том числе и 7 зенитно-ракетных комплексов С-300, более 50 других зенитно-ракетных комплексов, 125 артиллерийских пушек, 366 танков и 522 грузовых автомобиля. Среди экспонатов парка – композиция из номерных знаков трофейных армянских машин, уже демонстрировавшаяся во время парада Победы в Баку в декабре 2020 года. В Баку 10 декабря состоялся военный парад по случаю Дня Победы. Заметной частью парада мероприятий на площади Свободы Сталопана, сделанной из номеров захваченных автомобилей и военной техники Армении, своеобразный ответ на аналогичную стену из азербайджанских номеров, которую после Первой Карабахской войны организовали Армении в оккупированном Кельбаджаре. Также в парке представлены обломки ракет, которыми армянские военные обстреливали территорию Азербайджана. Ильхам Алиев отметил, что Баку выясняет происхождение ракеты «Искандер-М», которую нашли на территории города Ашуша. Специалисты определили, что маркировка на ракете принадлежит российской версии комплексов «Искандер», а не экспортной, которая есть на вооружении у Армении. «Откуда у Армении взялись эти ракеты? Их у них не должно было быть. Пока мы не получили ответа на этот вопрос, но получим», сказал президент Азербайджана. Продолжение следует...